Здравствуйте! В эфире «Преступление и наказание». Я Ольга Журавель. Взрослые делят детей. Сегодня в условиях, когда институт семьи не является устойчивой структурой, подобная ситуация, увы, не редкость. В предыдущих выпусках программы мы неоднократно рассказывали о беспрецедентных случаях, в которых ребенок становился заложником выяснения отношений людей постарше, а его права грубо попирались. Нередко в основе конфликта интересов взрослых вопрос о месте проживания ребенка. Именно об этом сегодняшние невыдуманные истории. В жизни все не так, как на бумаге. Несмотря на наличие судебного решения о месте проживания шестилетнего ребенка у матери, она не может поселить сына у себя. Отец не отдает. Подробности прямо сейчас. Ольга и Олег в разводе. Совместная жизнь не задалась. Но оставить друг друга в покое не могут. Бывшие супруги не поделят сына. Служители Фемиды всех уровней свой вердикт вынесли уже достаточно давно. В марте 2016 года мы обратились с иском в Днепропетровский районный суд Днепропетровской области о определении места жительства ребенка. Отец заявил встречный иск и тоже пытался определить в судебном порядке место жительства ребенка вместе с ним. По результатам рассмотрения суд первой инстанции 14 июня 2016 года вынес положительное решение в пользу матери. Апелляционный суд в октябре 2016 года подтвердил решение суда первой инстанции, оставив его в силе. Более того, Горяной Олег Иванович продолжил судебные тяжбы и обратился в вышеспециализованный суд с касационной жалобой. Касационная жалоба была рассмотрена и высший специализированный суд поставил окончательную точку в этом деле, определив правомерность решений судов в двух инстанциях. Мать мальчика уверена, малыш должен находиться у нее в силу возраста. Ребенок должен жить с матерью, хотя бы, говорю, когда он решит сам. В 12 лет спросишь у него, когда будут постарше. Он совсем маленький, 6 лет, 7 лет. Наиболее плачевная ситуация, когда ребенок находится в маленьком возрасте, это вот до 8, до 10, может быть, лет, когда ребенок становится заложником этой ситуации и не может сам выразить свое мнение. С 10 лет ребенок уже может самостоятельно выразить свое мнение и высказать его. До 10 лет ребенок просто заложник. Куда его поселили, там он и живет. И именно в этом возрасте, в этой ситуации, очень важно, чтобы родители адекватно подходили к этой ситуации. И главное, чтобы они не злоупотребляли своими правами. После вынесения решения суда Ваня прожил с матерью всего два месяца. Отец забрал его прямо из палаты больницы, где ребенок находился на лечении, рассказывают Ольга Гориная и ее адвокат. Непосредственно в момент процедур манипуляции на глазах у медсестер и прочего персонала медицинского. Более того, мать была в это время избита. По факту возбуждено уголовное дело. Его, когда из больницы уносили, у меня в пол лицом положили и забивали ногами по голове. Систему вырывали. У ребенка была 40 температура, рвота и понос. Отец не отрицает. Сына забрал. Мол, действовал в интересах ребенка. Не конкретизирует, но уверяет. С ним Ване будет лучше. Я его забрал без применения силы. Я его забрал из больницы. Через два дня он у меня был здоров. Я хочу, чтобы ребенок был счастлив, доволен. И был веселый и радостный в себе. Так, как он есть сейчас. Я проживаю с ребенком. Ребенок счастлив. Скользкий момент. В подобных ситуациях родителям крайне необходимо соблюсти права детей и не травмировать их психику в угоду своим личным интересам. Иначе в будущем проблем не избежать. Споры между родителями часто заканчиваются дележкой детей. Это неправильно, это плохо и с точки зрения обеспечения прав детей, интересов детей, и с точки зрения детской психологии. Когда родители или родственники переступают какую-то черту и свои интересы, свои амбиции ставят выше интересов детей, то вот здесь мы сталкиваемся с той ситуацией, что юрист отрабатывает свое направление работы, процессуальное направление работы. В этой ситуации я всегда рекомендую обращаться к помощи психологов и спасать детскую психику. Потому что пока мы, юристы, судимся, процессуально какие-то документы получаем, страдают дети, и в этой ситуации их нужно поддерживать, их нужно спасать. Кстати, при принятии судом решения о месте проживания ребенка, материальное положение каждого из родителей, вопреки распространенному заблуждению, не играет ключевую роль. Тот родитель, с которым ребенок не будет проживать, он будет обязан платить алименты. Первостепенным в данном случае являются отношения между родителем и ребенком, если возраст ребенка уже позволяет оценить эту категорию, то есть насколько он близок к одному из родителей, и условия жизни, в том числе наличие рядом школы, садик, место в квартире, есть ли возможность в квартире обеспечить ребенку необходимые условия для жизни. С решением суда отец ребенка не согласен категорически. Вы знаете решение Верховного суда, что ребенок живет с матерью, какая бы она ни была, есть у нее деньги, нет денег, только в трех случаях ребенок остается с отцом. Когда мать наркоманка, официально признанная, сидит в тюрьме, либо психически больная. Ольга утверждает, что понятия не имеет, почему бывший муж так бескомпромиссен. Я сама не понимаю, он просто стал по мне топтаться. Ему просто нужен был ребенок. Я говорю, Олег, лучше бы ты суррогатную мать взял себе. Мне кажется, он просто меня использовал как у трупа. Что он говорит? Ничего. Я могу включить телефон мобильный, послушать записи его. Не первый день мать ребенка обращается за помощью в правоохранительные органы, пишет уполномоченному президента, стучит во все двери. Даже имея на руках решение суда, в определенном месте проживания ребенка с матерью, добиться возвращения ребенка невозможно. Невзирая на то, что эти решения есть, отец о них знает, он проинформирован, но он их полностью игнорирует и не выполняет. После того, как Олег забрал сына, Ольга снова обратилась в суд. Было вынесено решение вернуть ребенка матери, отобрав у отца. Открыли исполнительное производство. Однако по ходатайству второй стороны дело назначили к новому рассмотрению. А еще не закончились суды. Есть решение, да, есть, ну, еще будем. Варианты еще есть. Вы будете давать матери видеть вас ребенком или нет? Или это ваша принципиальная позиция? А я сейчас не знаю, как в этой ситуации поступить. Сегодня, спустя несколько месяцев, программа преступления и наказания вновь вернулась к этой истории. Что же мы видим? Решение суда об отобрании ребенка у отца вступило в законную силу. Апелляционный суд, в свою очередь, оставил его без изменений. Открыто исполнительное производство. Однако ВОЗ и ныне там. После трех выходов исполнителя, ребенка и отца на месте проживания не оказалось. В связи с чем, ребенок был оглашен в розыск. У нас складывается такое впечатление, что отец ничего не боится, никуда не прячется. И всяческими силами препятствует исполнению решения суда. В подтверждение моих слов есть акт державного выконавца, который был составлен с участием представителей полиции, и в котором четко написано о том, что со слов показаний соседей, отец здесь находится по этому адресу. Увы, на практике выполнение решения суда об определении места проживания ребенка может затянуться надолго, комментируют юристы. Если решение суда вынесено, и кто-то из родителей, кто удерживает ребенка, с кем ребенок фактически живет, ребенка этого не отдает, то процесс исполнения этого решения, он действительно невероятно сложен. Отобрать ребенка, фактически отобрать ребенка не так просто. В 80% случаев в этих вопросах идет злоупотребление. Злоупотребление тем, что сторона, которая этого ребенка хочет забрать, она фактически бессильна. По факту. То есть у нее есть целый ряд юридических документов, но фактически она бессильна. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел» – таков лейтмотив одной из самых известных в наших широтах детских сказок. Непослушный свободолюбивый колобок спрыгнул с окошка и был таков. Вот только в сказке дед и бабка с места не сдвинулись, а в редакцию «Преступление и наказание» обратился пенсионер, который пытается вернуть сбежавшую от него внучку. 75-летний Валерий Гродников проживает в селе Долинском на Днепропетровщине. В прошлом главный инженер завода, а сегодня пенсионер, он сконцентрировался на воспитании внучки Валерии. Случилось несчастье – родители девочки умерли, и Валерий Александрович стал ее опекуном. Вот доведка про склад семьи – дедушка, бабушка и внучка. Вначале, рассказывает дед, отношения с внучкой складывались отлично, были по-настоящему доверительными. Ребенок ходил в школу, учился, нормально питался, дедушка не обижал, ни в чем не отказывал. Каждый вечер она и мороженое у меня кушала, все, что она хотела купить, я покупал ей, она со мной всем делилась. С кем, с кем, с дедушкой, она вечером придет и со своего телефона мне показывает мальчиков, разных девочек. А кто тебе нравится, а мне вот этот нравится, а он на меня не смотрит. Все было. По словам Валерия Александровича, полгода назад ситуация резко и кардинально изменилась. Тогда 14-летняя внучка впервые осталась ночевать у одноклассницы в соседнем селе. Звонит и говорит, дедушка, а можно я останусь в арене? Можно, но при условии, что мама этой арены мне позвонит и скажет, что вот я не возражаю. Хорошо. На второй день после школы опять звонит мне Лерочка, говорит, дедушка, а можно я останусь опять? Тем временем у Гродникова начались проблемы, в связи с которыми, по его словам, он пошел на поводу внучки и сам предложил ей временно пожить у подруги. 13 апреля у меня происходит кража. Я говорю, Вика, видишь, что делается? Пусть побудет до окончания учебного года, до 26 числа. А потом я ее заберу. То есть вы сами попросили, чтобы она... Я попросил, сказал, что я даже платить вам буду, и я платил деньги. Однако через некоторое время оказалось, что внучка наотрез отказывается возвращаться к родному деду. Напротив, родной она теперь считает семью своей одноклассницы. Юрист Юлия Сегеда рассказывает, случаи, когда подростки хотят поменять семью и место проживания, не редкость. Действовать силовыми методами в таких случаях для родителей или опекунов – не выход. Что они могут сделать? Они могут прийти и с силой его забрать. Да, они его заберут, допустим, силой, и он через сутки опять уйдет. Мы понимаем, насколько сейчас вот это подростковое уличное общество, насколько оно влияет на принятие решений подростками. Подросток диктует свои условия, что он не хочет жить там, где есть его местожительство. И это местожительство определено судебным решением. И у него есть опекун или родители. Подросток просто отвергает все эти нормы и правила и пытается установить какие-то свои порядки. Понимаете? То есть в таком случае, если он нам говорит, что я здесь жить не буду, я буду жить где-то. Во-первых, мы в 14-15 лет, мы подростка физически как-то принуждать, даже согласно законодательству, мы не можем его как-то физически принуждать. Это уже будет в отношении него физическое насилие. Действовать здесь можно только в рамках, во-первых, в рамках законодательства, во-вторых, четко предусмотренными способами. Будут они эффективны эти способы или не будут, это мы уже посмотрим. Валерий Гродников пытается выяснить у внучки, с чем же связан ее побег. Звоним. Вот внученька моя. Алло. Это хорошо, что ты ответила наконец-то. Так ты не звонил? Неужели я не звонил? Звонил. Ну когда домой будем возвращаться, дорогая моя? Никогда. Что дедушка делал не так, скажи, пожалуйста. Дедушка, я вас по-другому прошу. Я тебя прошу, не играй сейчас на публику. Почему у тебя такая большая любовь к этой чужой семье? Эта семья уже не чужая. Теперь, дедушка, штыкни, становится, теперь это моя семья. По словам дедушки, как бы, вы просто не хотите возвращаться, на контакт не выходите. Я написала отказную, и теперь он же отправит меня в силу, не имеет права. Ну сюда еще не было. Еще сюда не было. Ну так сюда не было, но я написала заявление. И насильно он не имеет права меня забирать, а сама я не поеду. Когда ребенок перерастает в тот возраст, когда он уже не только считает себя способным принимать решение, но еще и у него в силу каких-то ситуаций общество позволяет ему это решение воплотить в жизнь. Для меня, скажем так, является достаточно странным, что взрослые люди в этой семье принимают эту ситуацию. Вместо того, чтобы помочь, убедить, если для ребенка они являются авторитетами, помочь ребенку убедить в том, что у него есть официальный опекун, это родной человек. И там, в той семье, он может находиться, он может там проводить много времени. Но разрывать вот эти родственные связи, разрывать, это губительно. Какие все-таки основания у этой семьи удерживать ребенка? Вот и я хочу знать, у них своих двое детей, мальчик и девочка. Спрашиваются, зачем им третий? Для пособия и квартиры? Ну, напрашивается ответ. Новая семья ни с журналистами, ни с опекуном Леры разговаривать не хочет. Здравствуйте. Суди, будем полакать. Не ругайтесь, не надо. Судив, судив. Позовите, пожалуйста, ребенка. Официально приняв ребенка в семью, эта семья возлагает на себя, принимает на себя целый комплекс обязанностей в отношении этого ребенка. Посторонние люди, не связанные с этим ребенком жизненными отношениями, какого-то его развития, его детства, которые не связаны с этим ребенком в целом, у которых нет вот этой связи с ним, понимаете, они могут через какое-то время и отказаться от этих правоотношений. То есть не факт, что эти правоотношения для этих людей будут настолько долгими и настолько крепкими, как с родными людьми, понимаете? И ребенок, у которого сегодня такая блажь, подросток, у которого блажь, перебраться, жить в другую семью. Позиция кандидата в новую семью удивляет и директора школы, в которой учится Валерия. Ненормально жить в чужой семье, если есть свой дом. Если бы у меня спросили про данную семью, я бы дала бы не суперпозитивную характеристику. Да, дети ходят в школу их, учатся они слабо. Но это село, да, это село. Семья полгода разводилась. Я разговаривала с нашим социальным работой. Я говорю, а вообще у школы кто-то будет спрашивать, что именно в эту семью собираются отдать ребенка? Посторонние люди этому ребенку не являются родственниками. Поэтому я не думаю, что какая-то из служб по делам детей примет на себя ответственность выдать решение и рекомендовать этого ребенка изменить опекунов на посторонних людей, потому что им же потом нести за это ответственность. И если вы помните, в городе и в области у нас были очень плачевные случаи, когда детей-сироты давали в другие семьи, да, и случаи были плачевные. Поэтому за свои решения госорганам придется потом отвечать. И службе по делам детей, и суду, если он примет такое решение. Поэтому здесь я не знаю, возьмут ли они на себя такую ответственность, на свой рассуд определить, что у этого ребенка будут опекунами посторонние ему люди. Однако социальные службы видят ситуацию по-другому. Ситуация в том, что он, ну, как бы, не выполняет свои обязанности, как опекун ребенка. А что именно он не выполняет? Он ничего не выполняет. Не следит, не кормит. У него ребенок проживает больше трех месяцев у посторонних людей. Он получает деньги. И ребенок категорически отказывается к нему возвращаться. И мы сейчас решаем вопрос о снятии с него опеки. Можно, конечно, искать различные ключи к поступку Леры. Я думаю, может, просто и материнской любови не выстачало. А Вита хорошая мама. И она завжди приходит, то она и зачистку сделает, какую-то там что-то по шее. Мне кажется, кто ее пригреет, она до того и идет. Просто переходной возраст ребенок. Вот именно. Юридически точку в этой истории вскоре поставят служители Фемиды. У меня повестка только в телефон, и все. Вот она. Вот судебная повестка о том, что меня вызывают в Днепропетровский районный суд в качестве особы, которая... Вот она, судебная повестка. Видите? Вот. Открываем ее. Листайте, читайте. А вот по факту... Обеспечить выполнение этого решения можно будет только, в любом случае, убедив этого ребенка, убедив этого подростка. В общем, цель ваша какая? Вернуть ребенка в семью. Что ж, будем следить за развитием истории в очередных выпусках «Преступления и наказания». До встречи через неделю. Берегите себя и своих близких. И не забывайте сообщать нам о проблемных ситуациях, которые требуют вмешательства. по телефону 050-43-55-978. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова